Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня мы слышали Евангелие о том, как Господь подошел к слепому и исцелил его Но исцелил не так, как раньше, не так, как других Вот мы видим, что одних Господь спрашивает Хочешь ли целый быть? То есть, что такое целый? Я еще раз напомню, что каждый грех разрушает нашу душу И разрушена душа уже разрушает тело Она душа целостная, она тело созидает Она дает и жизнь, и здоровье, и силу жизни, и энергию человеку Каждый грех разрушает душу Или как бы Иоанн Сауст, что каждый грех откалывает кусок души Естественно, испорчена душа, искаженная, больная душа Не может управлять телом как положено То есть, душа уже разрушает тело Одних раз, хочешь ли целый быть? Других Господь просто исцелял Как подошла к Аллачеве, прикоснулся, ризы, спасителя И получил исцеление Спустили через крышу парализованного, Господь исцелил его Другого, а хочешь ли опять целый быть? Хочешь быть здоровым? То есть, Господь всех исцелил по-разному В данном случае, Господь не сказал, видь или прозрей А Он спросил, хочешь ли видь, но Взял, плюнул на землю Сделал грязь, помазал глаза этой грязью Потом послал умыться к упереселам Значит, почему Господь сделал именно так? А потому что Господь знает наши души, наши сердца Одних Он исцелял, потому что у людей было полное покаяние Полное осознание, что мои болезни – это плоды моих грехов Я всем всегда говорил про тяжелых заболеваниях При неизлечимых заболеваниях, как онкология и прочее Если хочешь быть здоровым, чтобы тебя Господь исцелил Смирись с тем, что ты имеешь Осознай, что это тебя не Бог наказал А я сам себя наказал своими грехами Я себе сделал эту болезнь Не Бог мне дал, я себе дал Но я еще раз, много раз, например, хожу сюда Палец в колесо велосипеда Отрежьте спицу и палец в колесо Велосипед или колесо? Или я? Конечно, я То есть нам Бог дал заповеди, дал совесть Живите как положено Будете и в царстве местом, и здесь будете здоровы Но мы хотим здесь грешить Еще хотим быть здоровыми при этом Еще и враг попасть Так не бывает Так вот, мы разрушаем себя И получаем то, что заслужили мы Если человек смирился Я сам виноват Я получил то, что заслужил Может быть, я еще хуже заслужил Но Бог мне это попустил Немножко лучше, чем я заслужил И человек раскаивается в этом Тогда Бог дает исцеление Раскаивается и просит Бога прощения Так, просит исцеление Тогда Бог дает Особенно в таинство Испать, причастие, соборование Но Вернемся опять к тому Эпизод Евангелия Одни, Бог, и всегда тоже Они искренне раскаивались И понимали, в чем их вина И понимали, что я сам виноват А другие не до конца понимали Поэтому Бог сказал Идите покажите священникам И сказал, где у Мосев купели В Силамской И этому сделал грязь Помазал То есть, если бы он сразу понял Понимал, что так или иначе Мои грехи То есть, мои болезни И плоды моих грехов И даже моих родителей Так Мы очень часто Приходится слышать Но ребенок, он же не винный Забудьте на всю жизнь Винный Еще и как винный Потому что как мы делаем детей Каждый думает о себе Каждый эгоист И еще Может ли при этом Нормально ребенок получиться Не эгоист Не может И еще А еще и гордыня у всех есть Упрямство есть И другие грехи есть Так А мы же Когда начинаем Мы же от этого не избавляемся Не идем на испыть Не каемся И они же передаются этому Плюс, я еще раз говорю Мы эгоистически подходим То есть, каждый старается на себя Сам процесс В явлениях В эгоизме происходит И мы И что мы видим Винный он или не винный Лежит ребенок маленький Мать его накормила Пеленка сменяла Все, оказалось Лежи, спи А ему внимания хочется А он знает Все, заорешь Прибежит Никогда не денется Ну на тебе Ну все тебе Ну дай мне поспать А он знает Заорешь Придешь Придет То есть Уже вот она Гордыня Вот он же Команду Он хочет, чтобы было По его Поэтому не надо Говорить, что Невинный А потом Дети маленькие Начат хитрить Кто их учил Невинным Кто учил А уже хитрить Приходит, даже Начат обман Сказал Вот, еще даже Никуда не ходит Ни в детские садки Ни в ясс Никуда А уже начинает А уже упрямство Показывает А сейчас вообще Упрямые Когда 30 лет Покрестишь Детей Видишь Как дети Скажут Годом Все Хуй Я не хочу Вас убежать Не подумай Но вот статистика Все хуже Хуже Упрямые Упрямые Все истеричнее 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 Раньше Эти беспокойники Крестишь И он чувствует Это И видно Что у него Благодать Святого Духа Действует У него даже Взгляд меняется А сейчас Истерика сплошная И упрямство А он не хочет Что-то У него не будет Купель То какую там Силу не примет А он не хочет Так вот Значит Грехи наши Нашим детям Передаются И то, что Страт наши дети От наших грехов Это естественное Свойство А мы не это Где же Справедливо Да вот И мы Где справедливо Если я Своего ребенка Сделал Не так Как надо Передал ему Свои грехи И свои болезни Причем тут Бог Так вот И тут Кстати Спрашиваю А кто виноват Он Или родители И Господь Родители Не стал трогать Хотя Мы всегда Есть Не стал Потому что Родился Слепым Но Господь Не стал Проникнуть Потому что С ними Как говорится С ними Надо говорить Отдельно О них О них Вернее Надо говорить С ними Но они Не с другими Обсуждать И Господь Не стал С другими Обсуждать Господь Явится Дела Божьи Так он Умылся Купель Иссаламской И прозрел Как мы Выведем Реакцию Тут же Реакция Иудеев Как это так Взял и исцелил Да еще как В субботу Я еще раз У них Бога обличают Грешник У него спросить Ребенок Наш Да Прозрел Да все Но спрашивают У него Третий раз Вызывают Спрашивают Вернее вопрос Поставили Лукаво Покайся Мы знаем Что тот Грешник Великий Потому что Не чтит Субботу Он говорит Не знаю Грешник Или не грешник Но если Грешника Бог не послушает Бог слушает Тех Кто Бога Почитает Мы его Накричали На него И выгнали И последнее Господь встречает Его в церкви И говорит Верешь ли вы Иисуса Христа Сына Божия Он говорит Верую А кто он Я Он перед тобой Он говорит Верую Господи Поклонился Бог Уже как Сыну Божию Здесь Мы видим Что Человек Физически Прозрел Но немножко С трудом Потому что Одних Бог Исказал Сразу Другой Там Грязь Помазали То есть Не до конца Верил Исцелился Дальше Прозрение Духовное Кто тебя Исказал Человек По имени Суд Дальше Пророл Дальше Тебя Грешник Исцелил Не может Грешника Исцелять И Бог Грешника Слушать Не будет Он Слушает Тех Кто Почитает Бога И дальше Бог говорит Я Есть Сын Божий И он говорит Верую Господи И исповедую Вот Имеет Духовное Прозрение Мы Все С вами Духовное Прозрение Получили Уже В крещении Святого Так И Опять Что мы Имеем Вместо Того Чтоб Все дальше Прозревать И видеть Бога Уже Намного Дальше Чем Кто-то Увидел Многие Из нас Предпечат Его Вообще Не видеть И многие Живут Без Церкви Не исповедуются Не причащаются И церковь не нужна Но опять же Бог приводит Себе И люди Так или иначе Приходят Попадать в храм Попадать на Испыть Попадать на Причастие А некоторые Родились С детства Водят в храм Они с детства Исповедутся С детства Причащаются Но приходит Момент Когда Вдруг раз Человек Перестает В храм Входить То у него Какие-то дела То у него Какие-то проблемы То он заболел Заболел Так беги В церковь Ползи В церковь И те Кто ползут В церковь Больные Они получают Исцеление Так А некоторые Заболели Все Я говорю Дома лежать И опять же Лежим А что делаем Телевизор Интернет И так далее То есть В церковь Не хотим идти И ищем любую причину Многие ходили Ходили И раз Перестали Или сначала Реже 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 И перестали ходить То есть Получается Что мы Были Духовно Зрячие И стали Духовно Слепнуть Но духовно Слепнуть Не то что Как глаза Хочу видеть Но ослеп А потому что Хочу вижу Хочу не вижу И многие из нас Хотят не видеть Или ходили Были с Богом Прошли Проходит 3 года Сейчас человек Чего не хочет Да вот То все 5-10 Не ходил Дела были Какие-то Или же Многие из нас Торчат Одевают себе На глаза Черную повязку И смотрят Сны Что я имею ввиду Ничего Ничего Не девай Так Пялются в интернет И это Я имею ввиду То есть Вместо того Чтобы жить В этом реальном мире И физическом И духовном Реальном мире Многие из нас Предпущают жить В виртуальном мире Которого нету А там То чего Нету В этом Зазеркалье Нет ничего Это царство теней Если так можно выразиться Тень Ее можно Вот с ней Можешь там поговорить Да Можно говорить Да Оно будет слушать Много будет слушать Сколько хочешь Говори Только с ума сойдешь Так А мы испражняемся Туда В интернет В соцсети И говорим И пишем Так Какие-то обсуждения Какие-то форумы Еще что-то Еще Ну что Почитаешь Каждый Свою дури Спражнение Вместо Развиваться Совершенствовать Прозревать Мы сознательно Слепнем Сознательно Слепим И еще Давайте подумаем Раз Интернет Это реальность Виртуальная То есть Допустим Тоже Тоже Скин Визу Тоже Кино Или там Какое-то Ток-шоу Или там Не важно Какие-то там Спор Любят спорить В экране Можешь Да Артисты Реально играют Роль Да Артисты Играли Реальные Но то Что в экране Оно Виртуальное И И дальше Опять Артисты Люди Реальные А то Что они делают Роль Играют Это уже виртуальность То есть Он живет Не своей жизнью А чужую роль Играет Это уже Начало виртуальности И у нас Кто самый-самый Виртуальный Ад Ад Это виртуальная Реальность Бесы Это виртуальная Бесы Они как тень Бог есть свет Бог есть реальность А нечистая сила Виртуальность Поэтому Они как тени Они есть Но их нету Но эти тени Блифуют Пугают Угрожают Требуют Всего внимания Потому что Если мы на них Будем их игнорировать Они так тенью Останут А если мы на них Обращаем внимание А если боимся А если вообще Гороскопы читают Там еще что-то Или в том же Как будто и сидим Мы кормим Энергией своей души Сами слепнем Сами чахнем Но кормим их Даем им силу Чтобы других И меня порабощать Заодно Я еще раз Не надо думать Что там в интернете Я там Поделаю Я поработаю Понятно Отговорка Отговорка Будет всегда Давайте Можно взять Калькулятор обычный Тот же электронный И поработать Что-то считать Ну считать На здоровье Сколько хотите Так Ну никто же Не торчит Просто так С кутками Не сидит в калькуляторе Потому что неинтересно А в компьютере Мы ищем то Что нам интересно Не то Что обработать надо А то Что интересно А где что-то По работе Нам неинтересно А другое что-то там Какие-то новости Кому-то Кому-то Сплетни Кому-то Кому-то Вообще Слазь Сами знаете Куда Не буду говорить А это поработать Называть Так Потому что Интересно Какому есть Но это Есть ослепление Потому что Мы не хотим Жить в этом мире Видимо В физическом И в духовном Видимом мире Потому что нам Бог дал Открыл Наши взоры Наши глаза Тайское крещение Выспит Причасти Так А мы хотим там А мы себя Ослепляем Потому что Еще раз говорю То что виртуально Оно так иначе Связано с адом Любая виртуальность Требует вложения Энергии Духовной И то что мы Смотрим Там сидим Мы теряем энергию И нам уже В храм Третье не очень Как хочется А многие по ночам Торчат И телевизор До поздна Опять храм Уже как вставать Не хочется Тяжело Трудно И еще Давайте посмотрим Сколько в интернете Грязи льется На православие Именно на православие Не на ислам Не найдете на ислам Не на иудаизм Вообще не найдете Так Не на буддизм Даже на всех И деструктивных И то грязь не льет А на православие Везде Ну во всем Ну даже Даже какой-то Чисто такой Ну не скажу Исторический момент А там Объект какой-то Какой-то реальный момент И то и вот так Прикодят Несут Или так Слово Фразу обрезут Ааа А когда считаешь Заголовочек сделал Другой Неправильный Опять же в Афгане Чуть-чуть То есть они вроде Не нарушили Ничего не прибавили лишнего Но убавили Суть Можно сказать Предложение полностью И будет смысл понять А можно сказать Пол предложение И будет другой смысл Я всегда Из Библии Пример провожу Атеисты некоторые говорят А в Библии сказано Бога нету Нету Бога В Библии есть Да В Библии есть такие слова Бога нет Запятая тире Сказал безумный В сердце своем Средства массовой информации Обрезают Обрезать мастера А мы уже Обрезанными ушами Обрезанными ушами Обрезанными глазами читаем И видим И слепнем дальше Поэтому Сегодняшняя Евангелие Нам Учит Нам Нам говорит о том Что мы должны прозревать Нас Бог Прозрению ведет Не должны мы слепнуть Ну мы христиане Нас уже Мы в крещении получили Прозрение Зачем мы себя слепим Зачем Да Значит дело Нас ослепить Нас значит не слепить А наоборот Зрение Развиваться Аминь С праздником Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе